Итак, ребята, всем привет! Apple выпустила новое обновление для своих операционных систем. В этом видео поговорим про iOS 17.5. Система претерпела появление новых функций. Итак, поехали! Главное нововведение iOS 17.5, все это уже знают, это загрузка приложений с сайтов, то есть в обход App Store. Европа издала закон о цифровых рынках, но только в Европе. В России это работать не будет. Разработчики могут публиковать на сайте свои приложения на сайтах только при наличии аккаунта App Store Connect с возрастом не менее двух лет и при условии, что программа была скачана миллион и больше раз. Второе. Режим ремонта в iOS 17.5. Добавили новый режим ремонта, с помощью которого можно оставить включённый локатор. То есть, когда вы отдаёте iPhone в ремонт, обычно люди, которые ремонтируют iPhone, специалисты по ремонту, просят локатор отключить, когда вы сдаёте устройство в ремонт. Теперь, чтобы избежать мошенничества, можно сдать iPhone с включённым локатором. То есть, вы будете знать, где он находится, даже в выключенном состоянии. При этом, специалист по ремонту сможет без проблем его протестировать. Новая функция – перенос треков в Apple Music из других стриминговых сервисов. То есть, пока это работает только со Spotify. Есть ещё менее заметные новые функции, мелкие, оповещения о чужих AirTag и других GPS-метках. Теперь можно отключить любые маячки, даже если их производит сторонний производитель. Так вы защитите себя от слежки. Ёмкость аккумулятора в iPad. Упоминание о функции появилось в iPadOS 17 5 Beta, но она не была доступна. Вполне вероятно, в релизной версии её всё же активируют. У нас вышло iPadOS 17 5, к сожалению, у меня нету iPad'а. Актуального iPad'а, с помощью которого можно вообще, в принципе, это посмотреть. Следующая функция – блокировка абонентов FaceTime сразу в групповом звонке. Новый виджет приложения подкасты, который меняет цвет фона в зависимости от обложки выпуска. Ну и вот ещё одно – это новые обои для iPhone'а и циферблаты для Apple Watch. Циферблаты для Apple Watch… Мне так хочется плакать, ребята, потому что я их потерял. Своё шестое поколение я где-то потерял. Скорее всего, дома. Буду стараться их найти. Но это очень-очень неприятно. В целом у нас, помимо iOS 17 5, вышли все остальные обновления для всех операционок. Это MapOS Sonoma 14 5, iPadOS 17 5, VisionOS обновления, AudioOS для HomePod, TVOS 17 5. То есть все-все-все интеграции были обновлены. Если ролик был полезный и понравился лайк, подписка, комментарий, вам не сложно. А для меня это мотивация – делать регулярно новый контент. Через месяц стартует WWDC 2024. Мы с вами увидимся в прямом эфире уже менее чем через месяц. Так что ожидаем. Всем пока, спасибо за просмотр. Увидимся.